На днях один из моих подписчиков на стриме сказал, а ты видел, ты видел там броню апнули ОБТ 6 уровня? Я такой думаю, да ладно, там как бы ну всегда такие дыры были во лбу ОБТ, что мама не горюй, особенно когда ты их сравниваешь с 7 уровнем, буквально следующим. Ну и зашел, посмотрел Абрамса 6 уровня, сначала офигел от того, что блин, действительно красный лоб такой прям стал, нифига себе, полосочка зеленая мало, маленькая. Но все оказалось не совсем так весело, и еще и плюсом, когда я спустя время проверил вот как раз сегодня все это бронирование, прошелся по броне ОБТ 6 уровня, выяснилось, что совсем не все так весело стало, и в общем-то вообще ничего не изменилось. Я посмотрел на броню ОБТ 6 уровня и в очередной раз ужаснулся, насколько там здоровые НЛД, там реально выделяются только советские танки, потому что у них тупо НЛД маленькая само по себе. И меркавки более или менее выделяются на фоне всего остального, у всего остального такие огромные дыры. На некоторые танки просто мне страшно смотреть, причем ну, чтобы вы понимали масштаб, так сказать, трагедии, если берем Абрамса 6 уровня, смотрим на его броню, офигеваем, насколько там зеленое все, потом смотрим броню 7 Абрамса. И, как что называется, почувствуете разницу, офигеть, я до сих пор не понимаю, когда разрабов там руки дойдут, как-то это привести к какому-то нормальному балансу, потому что, я напомню, у нас танки балансировались в плане брони, начиная с 7 уровня по 10 сначала, потом после этого балансировались танки ниже уровня. И, внезапно, это вообще просто абсолютно разные балансы брони, которые уже, не знаю, уже несколько лет, наверное, можно сказать, в таком состоянии. В итоге, какой прикол получился с этим инспектором брони? То, что я смотрел на стриме, действительно отличается от того, что я посмотрел сегодня. То есть, инспектор брони иногда просто тупо вам неправильно показывает зоны красные и зеленые. Не обращайте внимания никогда только на цвет. Всегда, если вы смотрите броню танка, обращайте внимание на количество миллиметров, потому что ты заходишь иногда, и это прям реально после перезагрузки игры, эта картина может меняться. У меня было такое, я какой-то танк, опять же, тоже смотрел для гайда, посмотрел один раз, офигеть, он весь красный, просто весь красный. Но по миллиметрам я посмотрел и понял, что на самом деле там нифига не красная зона. Перезапустил игру, зашел еще раз, тарам, все зеленое. Как это работает, я не знаю, но, в общем, для того, чтобы вы максимально точно могли понимать, куда танки пробиваются, куда нет, всегда смотрите именно на количество миллиметров. Это первый момент. И иногда бывает такое, что вы смотрите, ну типа, блин, количество миллиметров явно меньше, чем у вас, например, броня какая-то. Но еще нужно обращать внимание на угол, угол входа снаряда. То есть бронебойные снаряды где-то после 67 градусов просто начинают рикошетить об броню. Поэтому, если танк стоит под достаточно таким углом хорошим, и там 70 градусов будет и больше угол входа, то, естественно, вы и не пробиваете. Хотя, опять же, это так должно работать. Но у меня складывается впечатление, что я иногда под такими острыми углами впитываю бортами урон, что, думаешь, до какого же хрена. В общем, не было никакого апа брони, все так же осталось, хотя это действительно пора бы уже поменять. Это просто жуть, просто смотришь, что за броня. То есть я понимаю, что должен быть какой-то по-хорошему, наверное, какой-то прогресс брони. Ну вот типа, на низких уровнях танки были не очень бронированы, а вот хочешь бронированные танки, вот тогда добирайся до десяточек, и типа, вот там будет броня. Ну как бы в этом есть смысл, но реально, пропасть между шестым и седьмым уровнем просто пропасть. Ну и еще один момент, который запомните, не доверяйте инспектору брони вот этим цветам, красные и зелененькие. Исключительно всегда смотрите. Причем, опять же, можно добавить еще к этому сверху один немаловажный момент, что там нужно смотреть и дистанцию, которую выставляете, когда щупаете броню. Ну, там, по-моему, стандартно стоит 100 метров. Это плюс-минус, скорее, такой ближний-средний бой, который у вас обычно бывает. Если вы будете издалека стрелять, соответственно, там будет совсем другой результат. Но и главное, выставлять танк ровненько к вам. Ровненько по камере, чтобы не было такого, что вы выставляете и думаете, да нифига себе, я должен всех танковать. А в реальности вас танки видят немножко под другим углом и, соответственно, лучше пробивают. Это тоже небольшой нюанс, но в целом, самое главное, проверяйте. Да, проверяйте и еще раз проверяйте. Хорошо, что у нас есть в целом в игре инспектор брони. Чего-нибудь там в картошке до сих пор в игре нет. Но иногда он работает странноватенько. Продолжение следует...